Всем привет! Это видеоблог на телефон. Мы закончили подготовку кузова под дрифт и давайте разберемся, сколько это стоит. Поехали! И вот он, полностью подготовленный кузов. Наконец-то мы можем приступать к следующему этапу работ. Это размещение топливной системы, всех тормозных магистралей, крепление ковша, крепление ручника, установка селектора КПП, педального узла, всех цилиндров, рулевой колонки и так далее. Также здесь уже имеется фаервол, все проварено, зачищено, загермечено, закрашено кислотным грунтом, все лишние отверстия убраны, вот эти арочки доделаны, которые я показывал в прошлом видосе. Параллельно Антоха уже прикрутил нашу секвентальную коробку к макетному мотору 2GZ. Далее в планах снять и задний, и передний подрамник, почистить, помыть и отправить в порошковую краску, чтобы были свеженькие и готовые к установке вот этой подвески ViceFab. Напомню, что до этого я ездил на подвеске Ikea Formula, вот она как раз тут установлена, и вот так вот она выглядит. Ну и так, как мы строим две Supra, мы решили обе машины построить на подвеске ViceFab в пользу большей технологичности ViceFab. Будем посмотреть, как это работает, если что, обратно вернемся к Ikea. Ну а обо всем этом уже в следующих видосах, в следующем году. Сейчас давайте вернемся к тому, о чем мы говорили в прошлом видео, сколько же будет стоить подготовка кузова под дрифт. Вы писали свои комменты, ну и давайте все это теперь в кучу соберем и посчитаем. Итак, подготовка кузова. В 70 тысяч мы сразу отдали за пескоструй. В сотку у нас вышла зачистка, проварка кузова, герметик. И на 135 тысяч вышло шевинг щита, передних подкрылок, задних ниш, салона. Убрать все отверстия, сделать фаервол, зачистить покрытие кислотников, загерметить. Короче, все работы по кузову вышли в 135. Ну и примерно на 20-ку там все расходники для работы. Итого 337 тысяч за подготовку кузова. Да, это, конечно, охрененно немало, но учитывая, что парни больше месяца ковырялись, машина ездила туда-сюда на песок, переваривали каркас. Это все дополнительный эвакуатор, дополнительное время. Короче, на круг там полтора месяца мы этим занимались. Сложности в том, что уже кто-то что-то варил, что-то делал, замазанное поверх заводского герметика еще каким-то герметиком. Все вот это вычистить. Ну и плюс, где-то ты начинаешь зачищать герметик заводской, там бац, трещина. И ты что с ней делаешь? Ну что, еще ее там зачищаешь, подрезаешь и варишь. Молодец. Что ты сделал? Сак, а ты что угораешь? Ты тоже занимался кузовом, по большей части шевингом. Давай расскажи про свою проделанную работу. Я занимался заваркой всех отверстий и заделыванием этих отверстий. Короче, почему такой глубокий penetration заморочки с кузовом? Во-первых, чтобы не шел дым в салон. И, в принципе, по регламенту у тебя салон должен быть полностью герметичен, чтобы туда не попадал дым, не попадал огонь в случае возгорания автомобиля. И на это уходит очень много времени, потому что отверстий в кузове очень много. А еще что-нибудь умного скажи. Я больше ничего не знаю. Ну вот и Тёма тоже как бы у нас приложил руку к кузову, скажем так. Он делал фаервол, делал вот эти вот усилители, менял задние. Что-нибудь, пару слов давай. Ну, сложность была с тем, что первый фаервол в нашей жизни, Driscoll Pro, вот. И непонятно было, как к этому подойти. Но мы совместно с Антохой что-то тут придумали. Как у нас это хэштег, что-нибудь придумай. Мы придумали. Все. Ну, сложности с тем, что тачка уже готовилась под регламенты и под старые регламенты. Это нас все переделывать, все спиливать, варить, режать, всякое такое. Вот еще сложность. А так ничего нового. Ну, то есть, если бы это был голый кузов с завода, да, допустим, то было бы попроще. Да, в разы проще. Ну, тут, как видно, вот здесь нет пола. И тут приходится все делать с нуля. Ага. Поэтому, я думаю, с тем кузовом будет попроще немного. А еще в кузове было очень много песка во всех лонжеронах, во всех полостях, которые есть скрытые. Там было очень много песка после пескоструя. Была еще старая грязь, куски резины после последних заездов, которые были вообще на этой машине. И выдувать их пришлось и вычищать очень долго. Потому что они бесконечно оттуда лезут и лезут. Ты вроде уже все выдал, думаешь, ну вот оно, все, наконец. Потому что они бесконечные. И еще обращайте внимание, точнее, лучше к этому очень хорошо подходить к самому пескострую. Потому что вот мы отдавали тачке, она вся вроде отпесочена. Но все вот эти моменты, где заводской герметик, это все не отпесочено. И вот на это вы тратите уйму времени. Вот это самый геморрой. Все это вычистить. Потому что ты этой щеткой все чистишь, все летит в тебя. Ты весь в этой херне. Есть места, где реально очень трудно туда долезть. Там щетками и так далее. То есть там чуть ли не вручную приходится вытаскивать весь этот герметик. Просто смысл тогда, вы платите деньги, чтобы вам песочили всю тачку. Но здесь герметик нет песочек. На это обращайте внимание. Потому что вы тратите свои бабки, свое время. Ну, надо сказать, что в этот раз, когда мы отдавали машину другому чуваку-пискоструйчику, он сразу обозначал фронт задачи. То есть надо ли низ, надо ли салон, надо ли каркас, надо ли арки, надо ли подкапотку, крышу и так далее. Если ты сам уже достаточно опытный, то ты эти вопросы задашь сам. А если пескоструйчик в данном случае достаточно опытный, то он уже поможет с этими вопросами. Понятно, что там с повышением задач, как бы количества задач, ценник будет больше. Но тем не менее, вы получите более готовую тачку. Вам меньше работ придется делать уже в боксе, в гараже или в сервисе, где вы будете этим заниматься. Ну и первым максимально близким к правильному ответу был комментарий от пользователя юзер бла-бла-бла-бла. Так что пиши, связывайся со мной и я расскажу тебе, как их забрать. Ну и в принципе на этом мы будем заканчивать наши 2022 видеоблоги. Давайте поговорим и вспоминаем, что у нас было в этом году интересного. Сейчас я поспрашиваю у парней. Вот прошел 2022 год. Мы отъездили РДС, Муско Дрифт Капа, ДН Дрифт Контест. Еще и в Сочи Дрифт Челлендж успели. Расскажи, что у тебя было самого такого запоминающегося, приятного или сложного в этом году? Самое запоминающееся, это, наверное, этап в мячах. Первый, который. Он был очень сложный. Мы с Саньком почти не спали. Лег мотор, у нас легла коробка. Машина перевернулась. Просто Red Bull текал у нас вместо крови уже, и мы не вывозили. Там где-то есть видос, может быть, ты его ставишь, где я просто лег подержать под машину ночью и уснул. Все, наверное, это самое запоминающееся. Так, ну как сказал Тема, этап в мяче. Ты же появился вообще как-то эффектно, а говорить на чем, как будто говно. Давай, циклопус, давай, давай, собери, давай, пошел, пошел. Самый офигенный. Все, давай, зону. Давай, давай, дубль три. Поехали. Самый жесткий момент, это когда я размотал тачку, потому что я уснул, потому что мы не спали. Это был этап в мячах, как сказал Тема. Мы не спали, вот. Ну, короче, об отбойник начал ее тереть и проснулся. Да, да, я проснулся. Вот. Это, в принципе, мой первый сезон с выездами, и мне каждый этап понравился, что на MDC мы ездили, что Drift Contest мы проводили. Тоже было очень круто, очень классно. Я там бегал, говорил то, что ты прииграл, ты выиграл, и люди радовались и плакали. Короче, я себя чувствовал вообще просто невероятное. Вот. Красава. Ну, для меня полсезона было проебано. Антоха упал и сломался спиной. Да, я съездил в Сочи в отпуск и сломался я там два позвонка, и поэтому полсезона я пропустил. И как раз ворвался я, но вот этот самый злой лексик. Самый мятый просто. Я вообще приехал туда, чтобы просто поснимать команду, но в итоге я с пацанами менял мотор. Мы, наконец, провели свой контест. Было много любительских контестов, не РДС, а именно любительские, которые проходят в более такой дружной атмосфере и, так скажем, на лайте. Потому что РДС это все-таки тот уровень, где очень большая ответственность, а тут и бюджет. Ну да, и бюджет. Ну, в общем, любительские мне понравились больше, потому что там прям на расслабоне. И вроде на выезде, и на расслабоне. Короче, судя по всему, для всей команды этап в МИЧе, когда машина переворачивалась, летала и взрывались моторы с коробками, засыпались под машинами и разбивались из-за сна. Другие машины был самый жесткий. Я, в общем-то, присоединяюсь. Для меня самое жесткое в этом сезоне это был Женин переворот. Когда я все это видел вживую с трибуны, у меня реально просто вот немеет тело и, блин, стремно, что он просто мог не выйти из тачки. Когда мы потом еще увидели, что там фаервол загнулся из-за удара крыши и туда в салон начал бен стечь, там вот чисто одна искра. И, короче, не будем о том говорить, что могло бы быть, но все это на самом деле стремно. Автоспорт это все-таки ни хрена не шутки. И для нас, наверное, это был такой самый весомый урок за этот сезон. Ну и давайте посмотрим, как это было. Я выйду на улицу в новом шматье, белые адики топчут асфальт. Трубы за воду, лыбятся мне, как будто приветствуют дым в облаках. Как будто бы мне подмигнул светофор, унылые лица знакомы так мне. Мой кореш стоять будет через дорогу, и он, как и я, в охуенном шматье. По грязным дворам катится пазик с ментовскими харями наперевес. Солнце глазам не засветит, как лазер, алкаша тащится, как под венец. И все такое родное, знакомое, это все сроду. Кислотные льются дожди, но люблю я эту погоду. И как будто Бог слышит нас, и как будто дождь прыжет нам. От покрышек дым греет нас. И как будто Бог слышит нас, и как будто дождь прыжет нам. От покрышек дым греет нас. По телеку все заебись, это радует. Выключим нахуй, войзеролим, кто-то кричит в интернете треклятым. Выключат нахуй, войзеролят, поля так прекрасны. Мы едем на дачу, будем искать, что отняли у прадедов. Золото вид, совсем не обманчив. Золото вид, честнее, чем праведник. И как будто Бог слышит нас, и как будто дождь прыжет нам. Вот такой насыщенный у нас вышел сезон со своими взлетами и падениями, проигрышами и выигрышами. В общем, все есть на канале. Спускайтесь, смотрите видосы, ставьте лайки, подписывайтесь. Ну и раз уж у нас такая новогодняя тенденция, то давайте разыграем, ну, допустим, часовую тренировку со мной на нашей тачке, естественно, чтобы вы приехали и газанули, короче, все было классно. Среди всех подписчиков канала. А также среди новых подписчиков, которые в течение недели от этого видоса подпишутся, давайте разыграем нашу фирменную кофту. Либо косарь нам об вас на выбор. Так что подписывайтесь, поддерживайте. Впереди нас ждут новые экшены, челленджи. Я тут вдохновился, короче, ютуберской деятельностью. Есть у меня достаточно грандиозные цели и планы на следующий сезон. Но об этом все узнаете в следующих видосах. Будем пробовать делать топ-контент, как это говорят, да, ютуберы? В общем, в новом году хочу вам всем пожелать, прежде всего, мирного неба над головой, чтобы мы могли в своей стране развиваться, расти и не думать о том, что нам надо будет куда-то убежать или на войну пойти, в общем, чтобы все это военное дерьмо наконец закончилось. Крепкого здоровья, конечно же, чтобы все планы, мечты, все сбывалось, чтобы рядом были верные, надежные люди. И все, о чем вы мечтаете и к чему идете, обязательно осуществлялось и доходилось, да. В общем, как обычно, с вами был Ярик. Увидимся в новом году. Всех еще раз с наступающим. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok